Материнский капитал без проблем. С 2020 года сертификат на получение семейного материнского капитала может быть оформлен в беззаявительном порядке. Подробнее о получении документа в электронном виде в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Материнский капитал – это вид господдержки для семей с детьми. Право на получение материнского капитала подтверждает именной сертификат. Если есть такой документ, можно распорядиться положенными средствами, выбрав одно из предусмотренных законом направлений. С апреля 2020 года сертификат оформляется в проактивном режиме без заявлений. То есть та ценная бумага, которая выдавалась до 2020 года, это такая красивая бумага была у нас с фамилиями немодчества мамочки и с различными номерами и так далее. Она утратилась свою актуальность с 1 января 2020 года. То есть те, кто получил сертификат, они им владеют, он у них на руках, никуда мы его не забираем, он остается у мамы на руках, пока она не распорядится полностью средствами, если мама уже получила сертификат. Если же мама не получала сертификат, это при условии, что мама, еще раз повторяю, родила первого, второго и последующих детей после 1 января 2020 года, то материнский сертификат выдается в проактивном режиме. То есть сертификат может быть оформлен в беззаявительном порядке. Сотрудники пенсионного фонда самостоятельно проверяют информацию о рождении малыша и его родителях, направляют запросы соответствующей инстанции для подтверждения состава семьи и иных данных, необходимых для принятия решения о показании государственной поддержки. Мы этой информацией обладаем из органов ЗАГС. То есть тогда, когда вы приходите регистрировать своего ребеночка в органы ЗАГС, органы ЗАГС нам передают эту информацию, там автоматически вы получаете СНИЛС на своего ребеночка, все мамочки это знают уже на сегодняшний день, что мы тоже беззаявительно выдаем СНИЛС на родившихся детей. И в этом случае мама приходит регистрировать ребенка и в ЗАГС нам передают информацию обо всех родившихся детках на сегодняшний день. И мы выдаем проактивный сертификат. Оформляют сертификат в электронном виде. Затем о принятом решении и наличии сертификата уведомляют родителей. Для распоряжения средствами материнского капитала сертификат не обязательно получать в бумажном виде. Электронный вариант имеет ту же юридическую силу и его можно реализовать в установленном законном порядке. Как можно узнать, есть ли сертификат или нет? Если вы зарегистрированы на государственных услугах, вы можете войти в свой аккаунт, то есть войти в свой личный кабинет и увидеть там, есть у вас сертификат или нет. Прямо запросить. Материнский сертификат, там у вас будет видно, когда он выдан, какого числа, с какой даты он начал действовать. Если же вы желаете получить некую бумагу на руки, то вы можете обратиться в пенсионный фонд, тоже в проактивном режиме, то есть через государственные услуги, и вам будет выдан документ, который будет означать, что вы являетесь владелицей сертификата, либо на первого ребеночка, который родился после 1 января 2020 года, либо на второго, на третьего, если вы не получали сертификат до данной даты. Напомним, средства материнского капитала можно использовать только на установленные законом цели улучшения жилищных условий, образования детей, на накопительную пенсию матери, либо товары и услуги для детей-инвалидов. Маткапитал можно использовать на одну цель или частями на разное. В любом случае теперь маме с грудным ребенком не нужно отстаивать огромной очереди. Все документальные формальности можно осуществить максимально быстро и просто.